Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня заключительная передача 2019 года, после чего мы уходим на новогодние праздники, на каникулы, увидимся теперь только в марте. Поэтому мы сегодня будем подводить итоги года в западной премьер-лиге и подведем итоги в первом дивизионе. В студии я Михаил Меркулов и мой коллега Максим Киселев. Здравствуйте! Макс, ну давай с тобой поговорим о премьер-лиге, о тех матчах, которые прошли у нас за две недели. Обычно, когда наступает декабрь, у нас улучшается погода, снег, дождь, лед и так далее. И вспоминая прошлый декабрь, на команды, на которые участвуют в чемпионате России, куда-то уезжали, делали переносы в связи с еврокубками и так далее, ключевые важные матчи выпадали как раз на декабрь и на игры не на самом хорошем поле. В этом году погода, ну с точки зрения футбола, нам просто преподносит приятные сюрпризы, приятные подарки. И мы можем практически до конца года играть на идеальных зеленых полях и сказать о том, что поле помешало играть, такого никто теперь не может. Плюс 7 вчера было. Плюс 7, действительно. Но, Максим, Трансконтейнер, давай начнем против Портера, встречался 14 декабря и здесь зафиксирована боевая ничья. За счетом 2-2. За Портер приехала вся питерская бригада, но даже это не помогло. Я все-таки отмечу здесь два момента. Сначала похвалю Трансконтейнер за ту самодачу, которую команда все-таки проявила. И отмечу второй момент, что отсутствовал Павел Крылов уже в вторую игру. Он, Павел, болеет и это просто нереально сказывается на игре результатов Трансконтейнера. Вот, хоть убейте, что хотите про меня говорите, но вот факт остается фактом. Абсолютно так. Трансконтейнер, это команда, конечно, организованная. Которая показывает именно коллективный футбол. Но, тем не менее, Павел Крылов, это такой лидер на поле, без которого очень сложно команде. И даже футболисты Трансконтейнера, которые давали нам это интервью, совершенно соглашались с этим. И, в частности, мы еще, наверное, с матчем Мега-Титаном можем вспомнить. Единственное поражение Трансконтейнера в первом круге, где просто-просто из зоны Павла Крылова были организованы оба мяча. И Ланцов и Кутузов, когда прошел на... Здесь тоже, на самом деле, Трансконтейнер до большей части матча проигрывал, догонял и лишь концовки сумел отыграться. Но, к сожалению, не вовремя болезнь у меня лидера она подоспела, потому что так бы Трансконтейнер мог, на самом деле, сейчас занимать первую позицию и уйти на перерыв. Впервые в своей истории, занимая первую строчку в турнировой таблице. Это было бы интересно, действительно, вот это была бы интрига. Ну, а так впервые в своей истории на второй позиции. Задача стоит попасть в медали. И пока что Трансконтейнер, ну, для меня лично, это главный сюрприз. Вот это высокое место Трансконтейнера и его игра в этом сезоне. Ну, я бы отметил еще команду Гатагова, который, кстати, встречался с еще одним нашим грандом, это ФКСП. Сложилась эта игра для прокуратуры удачно с точки зрения результата. 2-1, на выливая победа. Но я бы сказал, что далась победа очень нелегко, потому что 1-0 ФКСП проигрывал. И во втором тайме удалось переломить вот этот ход матча. Хотя, опять же, Гатагов нужно было после поражения 0-5 от Портера просто, так скажем, изничтожил Портер своего соперника. Гатагову надо было приходить себе. В принципе, это удалось. Команда сыграла неплохо, но просто класс ФКСП, он все-таки выше раз. И все-таки подопечные Михаила Лунина, как ни к руки, сейчас набрали определенный ход. Я думаю, сам согласишься, да? И команда вот вспомнила, как это вытягивать матчи на последних минутах, когда не все матчи даются. Да, ФКСП однозначно сейчас показывает самый качественный футбол. И, наверное, сейчас прокуратура кусает локти, что вот этот перерыв очень не кстати. Потому что действительно здорово играет команда. Еще в прошлые выходные Титана играл с Портером. Портер важнейшие игры против Трансконтейнера и Титана проводил спарренный тур. К сожалению, перенести матчи на разные выходные не удалось. И на матч уже против Титана Портер собрался без питерских футболистов, разве что Герман Пятников сумел приехать. Здесь Титан одерживает победу 2-0. Такой, ну вот, чисто футбольный счет 2-0. Но я тебе скажу, что Портер даже в, так скажем, усеченном составе доставил проблему Титану. Титан сейчас, видно, испытывает некие проблемы с психологической точки зрения, с физической. Непонятное, что сейчас происходит со схемой тренера. Вот, поэтому Титан где-то так будоражило. Портер, на самом деле, на гол как минимум наиграл. Если бы он забил бы, то игра могла сложиться как угород. А вот, кстати, Саша Зуев, он необычно присылает смс-ки и говорит, что пока ничего не говори. Вот вчера он мне прислал смс-ку, но эту фразу с комментариями, может быть, забыл. Но не сказал. Он мне сказал, что если ничего не сорвется, то на днях нас ждет трансферная бомба Титана в плане вопроса тренерского мостика. Но пока что ждем. Максим, вот я тебе дам инсайт, появился у Титана уже главный тренер, но я не скажу тебе, кто это сейчас. Я тебе дам некую подсказку. Это олимпийский чемпион 88-го года, вице-чемпион Германии, финалист Кубка России 96-го года, чемпион России 95-96-97-98-го годов, обладатель Кубка России 98-го. Известнейшая личность, тот человек, с которым, наверное, Максим, мы сможем пообщаться в ближайшем будущем, нам будет безумно интересно. Вот такую подсказку я тебе даю, друзья. Поэтому Титан совершает сумасшедшую бомбу на нашем тренерском мостике. Такого человека у нас еще не было. Растерзаем этот человек в первые же дни. Но, опять же, я говорю о чем, да, все это пока на бумаге. Да, Алексей Медведев, пока его багаж, его команда, пока он будет, точнее, не будет уже, по его конфетам, наверное, пока будет играть команда. Мне так кажется. Все-таки он строил ее достаточно долго, подбирал под себя, подстил. Вот как этот переход пройдет, вопрос достаточно интересный, но есть для этого, наверное, два месяца. Да, по сути, вот, как профессионал говорит, межсезонка есть на то, чтобы, так сказать, по-новому уже что-то организовывать. Ну, вот это очень интересная фигура, да, главный тренер Титана. Ну, у меня немножко, конечно, это печаль вызывает, поскольку вот успехи Титана, вот они вплотную ассоциируются, конечно, с фигурой Алексея Медведева. Такой классный футбол, по-моему, поставил. И сколько титулов с командой в кратчайшие сроки завоевал? И ты понимаешь, что самое, наверное, что обидно, что вопрос лежит не в области футбола. Да, потому что, ну, если брать по результатам, да, то мы видим, что результаты чемпионства России, выигрыш Кубка мира и лидерства в Премьер-лиге, это достаточно для того, чтобы, как минимум, до конца сезона доработать, да, но эти регалии не сработали, значит, что-то случилось, ну, в отношениях руководителей тренера, да, то есть, ну, мы обсуждали об этом, говорили с тобой в предыдущей передаче, но посмотрим, когда узнаем имя главного тренера Титана, когда, собственно, хотя ты можешь посмотреть эту информацию и, может быть, догадаешься, ты поймешь, ну, вот, ну, а я думаю, что в ближайшее время уже официально сам Титан, наверное, все объявит, скажет и так далее, но, действительно, это крутой человек. Что будет на поле, мы посмотрим с тобой. Ну, а за Алексеем Медведевым мы будем продолжать следить, он является нападающим командой Эгресси, команда Василия Уткина. Вот интересно, кстати, может быть, будет играющим тренером в Эгресси и еще больше внимания будет северо-восточной команде. Ну, и центральный матч этих выходных, который, естественно, мы показывали, это Мегатитан в ФКСП. Вновь в декабре ФКСП встречается с Мегатитаном. Я вспоминаю, опять же, прошлый год, когда футболисты буквально катались на льду, и тогда Мегатитан вновь, снова, точнее, крупно уступил ФКСП. На этот раз история повторилась. К сожалению, Мегатитан не сумел наказать борьбы. Если в матче против Титана, который был проигран, команда 40-45 минут действовала хорошо, в какой-то момент просто развалилась, какой-то был неудачный отрезок, то здесь на протяжении всего матча, наверное, ФКСП владел преимуществом и выиграл по делу, на самом деле, по одну калитку. Да, приехал Максим Казанков, но, опять же, я все-таки придерживаюсь того мнения, что это очень сильный футболист, но при этом вот так наскокус не взять. Тем более, ФКСП. Да, и Иван Столбовой был тоже, да, тоже человек, который в ФНЛ играл, да, в три команды сменил, сейчас во второй лиге играет. Ну, да, вот так вот, ФКСП не та команда, которая позволит приехать хоть кому вообще. То есть, в принципе, я не знаю, там, вот если бы там кто-то, Криштиану Роналду или Месси бы вышли, там, может быть. Ну, вот если приезжают профессионалы уровня ФНЛ в футбольной национальной лиге, этого недостаточно, да, чтобы сделать результаты. Действительно, я с тобой полностью согласен. Полное доминирование ФКСП, весь матч там, да, и даже некоторые игроки, вот я тебе по секрету вот инсайдам скажу, да, что некоторые игроки даже не постоянно говорят, ну, непонятно, почему мы пять минут против Трансконтейнера играем весь матч заряженными, а против ФКСП пять минут. Ну, да, ну, то есть, абсолютный результат по делу и счет по делу, то есть, без вариантов ФКСП четко взял три очка. Ну, да, кстати, хотелось обсудить, наверное, как, что, почему, да, а вот до последнего... Обсуждать особо нечего. Да, обсуждать особо нечего. Разве что красивые голы Гейслера. Да, 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 который, кстати, попал в хит-парад, собственно говоря. Вот, поэтому ФКСП уже на третьем месте и вся борьба у нас впереди, на самом деле, и весной будет очень-очень интересно. Но, Макс, зато крутой матч у нас получился на Западе, двух западных команд, которые играют в премьер-лиге, но это была не западная премьер-лига, это был кубок ФЛ. Успенская, которая просто жаждала выйти в Еврокубковую весну, которая чудом вышла из группы, сейчас, проиграв первый матч со счетом 3-2, убедительно победу делала со счетом 6-3. И было видно, насколько Успенская хочет выйти, насколько они дрожат этим матчем, в отличие, вот, как мне показалось, от Гатагова, который брали 10 минут, толком не собрались. И вот в тот момент мне уже показалось, что где-то преимущество на стороне психологически, на стороне Успенского. Да, и, в принципе, с тобой меньше соглашусь, хотя Сослан Гатагов очень сильно переживал, я там тоже стоял на бровке, в гуще событий, да, там, и Сослан пошел с Эльдаром Зариповым, да, и с его отцом, там, что-то даже такая, там, небольшая перепалка возникла. То есть, Сослан переживал, нервничал, то есть, не отнесся к матчу спустя рукава, да, и, конечно, эмоции были у него отрицательные ввиду этого поражения, но такое ощущение, что Успенская действительно больше хотела. Такая заряженность поразительная, да, и в то же время говорили мы, что Гатагов чуть-чуть, да, тоже пробуксовывает, вот здесь и Сослан говорил в интервью, что скорее бы уже настал перерыв. И вот это вот все вместе, и даже перед игрой чувствовалось, если читал превью мою, да, я написал, что я ставлю на Успенская именно в этой игре, ну, так получилось, ну, ну, матч был просто бомба, честно. Ну, наверное, я тоже склонялся к Успенскому, и вот предматчевые разминки, они мне тоже немножко так навеяли мысль о том, что все-таки Успенская сегодня должен пройти дальше. Хотя Гатагов в первом тайме ближе к концу играл очень неплохо, во втором было видно, что кому-то хочет забить, хочет отыграться, но вот у Успенского был Эрик Корчагин, который, по сути, решил исход матча. Он забил, по-моему, четыре мяча и еще сделал голевую передачу, ну, да. И еще раз вспоминаем Эрик Корчагин, автор двух хитриков в премьер-лиге, да, в ворота Санкт-Петербургского «Зенита» 7-1, и Ротеру еще забивал три мяча, 5-0 тогда выиграли, Эрик Корчагин, да, вот действительно, это был его звездный час. Ну, у него таких много, конечно, матчей, но одно удовольствие... Ну, Успенская, наверное, это... Наверное, да, его лучший матч, да, было одно удовольствие смотреть за действиями Эрик, причем не только голы и голевая передача, но и то, как он просто цеплялся за все мячи, как он действовал, просто эффективность высочайшая, никакого совершенно брака, да. Ну, единственное, что, конечно, размахило руками, когда пропускали голы, но все-таки три пропустили. Ну, 6 забили при этом, и это позволило, чтобы выйти, хотя Гатаков несколько раз подбирался на расстояние одного забитого мяча. Да, мы уже стояли там, ждали, собственно говоря, серию пенальти, ну, как все зеваги, да, вот, ну, конечно, все-таки Успенская вот эти вот... В контратаке выбежала, забила эти мячи и заслуженно, заслуженно победила, и вот на этих эмоциях, да, переходит следующую стадию Еврокубка. Поздравляем команду Ильдара Зарипова с этим проходом в Евровесну. Максим, ну, давай посмотрим на турнирную таблицу западной премьер-лиги. Здесь Титан, Трансконтейнер, ФКСП, вот радует, немножко удивляет Трансконтейнер, который на втором месте, за них порадуемся. Ну, и что вместо Гатагова, который, в принципе, может также претендовать еще на тройку призеров, в принципе, да, вот как раз перерыв кому-то кстати. Вот кому как раз не сейчас не нужен, это ФКСП, да, который набрали сейчас самую лучшую форму, и который, вот, надо что-то делать эти два месяца. Совершенно точно, да, ФКСП не на руку перерыв, да, ну, тем не менее, никуда игроки-то не деваются, да, даже, более того, усиление, да, происходит. Данил Чертов, да. Из Анапы. Да, из Анапы вдруг появился неожиданно. То есть, ну, надо сохранять то, что набрали, нужно сохранять и потерять в межсезонку. Вот, ну, я бы еще, знаешь, мне в таблице бы отметил команду Adidas, да, U23. Вот, честно говоря, вот, честно скажу, не верил я в перспективу, наверное, как и главный тренер команды Сергей Долгов, да, Игорь Астыцкий, у него высокие амбиции, там, да, все хотел, попробовать, но 4 победы в первом круге, это круто. Десятое место, ребята, ребята, действительно, молодцы. Да, да, ну, и по потенциалу, наверное, Коммунар все-таки отметим, что, наверное, мог бы быть выше, но какие-то факторы, наверное... Коммунар, обыгравший ФКСП, на секундочку, да, со счетом 4-1. Да, 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 который, к сожалению, обыграв ФКСП, находится практически внизу. Да, но, видимо, там просто такая эйфория пошла после этой победы, что никак не отойдут. Таблица бомбардиров на ваших экранах, Сергей Кутузов и Александр Митченков, у Министана Портера, по 14 забитых мячей, Илья Ульяненков 13, Нурлан Маханов, кстати, вот из Адидаса, Ю-23, 12 забитых мячей, Виталий Комисов 12, вместе с Олегом Егорушкиным. В принципе, здесь все рядом, еще, может, тот же Гусев, который на 9-м месте может еще подобраться, например, во втором круге, да, и стать лучшим бомбардировым. Я просто к чему, к тому, что здесь сейчас тоже нету явного фаворита, и бомбардирование тоже будет определяться уже весной. По передачам Кирилла Пирюков на первом месте, ну, здесь, наверное, без сенсации, Виталий. А такую передачу пяткой ноги, если рад, да? Шикарно, шикарно. Также, как шикарно дает Виталий Комисов из Титана, который смотрится тоже великолепно, и действительно, это попало, еще Алексей Медведев попал в точку. Григорий Четверик, сын известного футбольного функционера, 9 передач, Олег Егорович Кинциден, 8, и Атем Антипов, Портер, тоже 8 передач. Ну, и к квартарям обратимся. Здесь Павел Собойскин, который на первом месте. Ну, наверное, Павел проводит лучший сезон в составе трансконтейнера. Когда нужно, он выручает, и благодаря, во многом, и ему трансконтейнер держится так высоко. Богдан Кузьменко из Портера вот так находится на втором месте, Георгий Кашашвили на третьем, Дмитрий Ломоносов и Сергей Лихонин на четвертое-пятое место, соответственно. Ну, это команда, вратаристы, игравшие от 10 до 20 матчей, соответственно, большее количество. Ну, вот таким, собственно, у нас получаются турнирные расклады, таблицы. Ждем мы весны, ждем мы трансферов, ждем то, в каком состоянии команды подойдут, потому что весна – это всегда очень напряженный календарь. Это чемпионат, это в Еврокубке и это в скором будущем КФЛ, в котором тоже многие команды будут задействованы. Поэтому посмотреть будет на что. Ну, а дальше поговорим мы про первый дивизион и обсудим мы внутренние перипедии с нашим гостем. Ну, и обсудим мы, естественно, еще и первый дивизион, подведем итоги, промежуточные перед самым Новым Годом. И сегодня будет нам в этом помогать легендарный игрок для ЛФЛ, для команды «Арсенал» Дмитрий Карниев. Привет, Дима. Даже не знаю, с чего начать, с футбольной темы, не с футбольной. Потому что вот увидел тебя в соцсетях фотографию дома, в Матвеевском, где был подписан. Это ты был с кошкой, правильно, как раз до передачи, о животных? Обсуждали. В мире животных у нас. В мире животных, да. В мире животных, да. А вот, наверное, начнем, давай пока об этом, оказывается, спросить. Это собака или кошка, подожди, давай, во-первых, дома у тебя. Это кошка, на самом деле, в понедельник у мамы было 60 лет, день рождения, и вот мы пришли в гости поздравить ее, и вот как раз кошка это, на самом деле, мамя. Порода Корниш Рекс, поэтому можно спутать по Рексу, да, когда пушатка про собаку, да, с собакой. Ну, на самом деле, да, это кошка, зовут Лилу, а на самом деле у меня две собаки, это Корни, таки, и босс интерьер, это Куча, таки и Куча. Одна из них снималась в рекламе. Знаменитость. 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 Она снималась в рекламе Самсунга, в рекламе часов, в рекламе флагманской модели, вот несколько дней съемки проходили, на Курской Ватриуме всю ночь шли съемки, и в Москва-Сити выходила съемка, ну, части вот. Где таки катается на скейте и вот заряжает часы, ну, в общем-то, реклама довольно-таки, по мнению каналов, шла довольно-таки долго. Теперь будем знать, да, что вот эта собака, она где-то рядом с нами была, нашего товарища, коллеги, так скажем, по футбольному цеху. Вадим, а насколько тяжело сниматься два дня собаки вообще? Ну, таки она у нас такая спокойная, она выигрывала кучу кубков, она чемпион России, чемпион Литвы, чемпион Белоруссии, то есть для нее вот это движение, в общем-то, все, ну, вполне себе нормально. Плюс она танцует, собачьи танцы, так называемый собачий фристайл, занимается различными дрессировками, то есть она такой полноценной жизнью живет, не сидит дома и только на улицу погуляет, там, чуть-чуть уходит. У нас, получается, предновогодняя сегодня передача, да, и будет, грядет год мыши, год крысы, да, может быть, собака есть, кошка есть, может быть, еще крысы завести? Ну, на самом, ну, не знаю, как собаки к этому отнесутся, на самом деле у меня была крыса, прожила не так долго, но на самом деле это такие очень контактные животные, и даже гулять выходил с собакой, когда она у меня сидела на плече, и никуда не убегала, ничего, то есть такая... Даже на плече сидела? Да, беленькая, с красными глазками, ну, так со стороны, наверное, страшно, вот, но на самом деле очень милая. Болгий, если... Воксим, завел бы себе крыс? Ну, если только со всем зоопарком, с кошкой, с собачкой, как в сказке «Репка», только вместо «Репки», наверное, футбольный мяч, да? Давайте будем потихонечку переходить к делам футбольным. Обычно к нам приходят люди, которые, ну, так скажем, после побед, после футбольной эйфории, после выходных, но на самом деле гораздо важнее и сложнее приходить, когда ты проигрываешь, да, чтобы обсудить какие-то проблемы, моменты и так далее. Вот «Арсенал» в этом сезоне выступает не так ровно. То внизу, то поднимается вроде наверх, то опять какие-то поражения. Вот последние, Гим, двое выходных было два поражения. Вот как их можно объяснить? Или чем объяснить? Усталостью? Не сбором? Ну, на самом деле, в этом сезоне мы очень хорошо собираемся. У нас практически на всех играх собиралось по 11-12 человек. То есть это по одной замене на линию получается защиту, крайний хавы, центральный повышенник и, соответственно, нападающий. И вот сложностей, вот того, что кто-то наелся, кто-то устал, вот этого не сбора, в общем-то, этого не существует. Почему проигрываем? Сложно сказать. На самом деле, да, мы идем неровно, где-то теряем концентрацию. Вот в последней игре два первых мяча получили просто с ничего. Просто играли-играли, бах, два гола, уже горим. И отыгрываться, конечно, всегда очень сложно. Не всегда получается. Но если брать последнюю игру, то мы вроде бы вернулись, но, похоже, много эмоций потеряли, пока сравнивали счет. И уже, наконец, игры просто сил не хватило. Ну, у вас вообще были в этом сезоне достаточно крупные счета. Вспомнить игру с Атлантисом, да, где-то? 7-10. 7-10. Задись, что-то нечасто встретишь. Ну, это связано с тем, что мы играем в такой атакующий футбол. Мы играем в два защитника. У нас два центральных полузащитника. Один из защитников обязательно должен подключаться. То есть мы стараемся контролировать игру. Но вот за счет этого получается, что не всегда мы успеваем перестроиться назад. Не всегда успеваем там вот эти закрыть контратаки. И поэтому пропускаем, конечно, много. Но и забиваем тоже очень много. И там с тем же Атлантисом 7-10. Но 7-10 мы забили, тем не менее. И на самом деле очень большие счета. Но есть над чем работать. Там Чапа вратарь нас просто ненавидит, наверное. Потому что столько запускаем. Он вроде бы выручает, тащит, пенальти тащит. Но мы стараемся ему помогать. Вроде бы работаем над этим, но пока вот результат такой какой есть. Ну, тем не менее, очки набираем. Ну вот ты сказал про последнюю игру. Последняя игра у вас была, собственно, с Атлетика. Максим, там твоя любимая цифра 7-ка. Как я уже неоднократно об этом спрашивал, говорил. Это просто боковой цифр. Да, но при этом в этот раз у вас была победа. Что ты скажешь про игру? Заслуженно ли? Выиграли Атлетик, по-моему, ввел там достаточно крупно, да? Мы ввел 3-0. 3-0 ввели. Потом было удаление мое. Но во время этого удаления мы два забили. Пока уходил, быстро забили. Ну, судя по всему, мешал игре команды. Поэтому решил себя убрать с поля. И команда заиграла. И 3-2, 3-3 сравняли. 4-3. Ну, дальше мы пропустили пару необязательных мячей. И вот этого как раз нам не хватило в концовке, чтобы на самом деле выиграть эту игру. На прошлой неделе у вас была игра с Константой. Тоже вновь получили 7 мячей. Здесь 7-3. Вот что скажешь про Константу сейчас? Меня не было на этой игре. Но я помню прошлый круг. В прошлом круге мы с ними, по-моему, не собрались. Да, мы с ними не собрались. Нас было 7 человек и один получеловек. То есть он не особо мог на поле выходить. И, по-моему, первый тайм мы сыграли 1-1. Нам хватило сил отбиваться. Ну, можно было играть с командой. А на второй тайм не хватило сил. В этой игре то, что ребята рассказывали, с ошибок. То есть первые два гола привели к ошибкам 0-2. И вот это вообще с нами постоянно такая тема, то что мы всегда обязательно сколько-то должны пропустить, чтобы начать играть. Но вот в этот раз особо не начали играть. Почему такая проблема существует? Все-таки вы достаточно опытная команда, которая как раз может справляться с каким-то эмоциям, возможно, с тем пониманием, как надо играть, что надо все-таки первые минуты играть сконцентрированно и так далее. Ну, много факторов, которые, в принципе, вы можете, наверное, исключить. Не нужно. Ну, наверное, можем. Но на самом деле эмоции никуда не делись. На самом деле у нас очень эмоциональные ребята очень сильно переживают из-за поражений, из-за каких-то там, за какие-то неудачи. Мы пытаемся, я думаю, причина в том, что мы пытаемся играть именно в свой футбол, навязывать свой футбол. И нам все равно, какой соперник. Вот мы хотим играть так. Все. Дима, так это как? Так это контролировать мяч, это не выбивать его просто в аут. То есть, ну, у защитника, ну, вот про себя точно могу сказать, что у меня никогда не поднимется нога, просто мяч в аут выбить. Я там через вратаря буду, кому-нибудь там подпихну, там, ну, буду пытаться все сделать, чтобы, да, сохранить мяч. И, возможно, вот какие-то вот, вот эта модель не подходит под, там, те или иные команды. В начале, да, там, почему мы много пропускаем, может быть связано с тем, что команда прессингует, команда бежит, мы еще не успели с ними адаптироваться. А мы уже, там, на своей половине пытаемся держать мяч, нас накрывают, мы ошибаемся. Ну, и технический брак, в общем-то, тоже есть, конечно, тоже, который приводит к голову. Дима, а почему все-таки решили вот такую схему избрать? Ведь Арсенал долгие-долгие годы играл в премьер-лиге, и, ну, не секрет, что играл от обороны, да, чаще всего, там, так сказать, держал результат, команда оборонялась коллективными усилиями. В частности, еще когда Эдуард Туразаков был, да, и он тоже активно оборонялся. То есть, это уже было наиграно годами, а почему решили концепцию поменять? Ведь если Арсенал закрывается, то вообще практически не всякая команда может скрыть. Я думаю то, что, ну, во-первых, Арсенал последние, там, я не знаю, сколько десяток лет играет именно по этой схеме, именно два защитника. На самом деле это два защитника, два центральных. Даже в премьер-лиге так играли уже, да? И в премьер-лиге мы на самом деле так же играли. Это Женька Бакланов еще в свое время поставил эту игру, и от нее, в принципе, мы никогда не отказывались. И смысл всегда заключался в том, что есть два защитника, есть четыре защитника, и первые четверо встречают атаку, и вторые страхуют. И дальше мы уплотняемся, да, мяч, если заходит за полузащитников, то есть это как бы такой двойной редут получался. Любые команды как играют? Есть один нападающий, и есть какой-нибудь хав, либо левый, либо правый, который добавляется, либо центральный. Все равно атакуют два человека. Зачем держать троих защитников у себя на половине? Что третьему делать? Ну, футбол смотреть, ну, непонятно. Страховать? Ну, страховать, ну, нет. Ну, это выключать защитника из игры, из игры в атаке. Нет, мы играем каждый с каждым, и тут, ну, вот это главный момент, это вот эта плотность создать. Понятно, есть нападающие, которые могут переиграть защитника один в один, но за счет плотности, да, можно это нивелировать. Все-таки мы не на один, не одиннадцать на одиннадцать играем формат, в формате восемь на восемь, ну, редко кто один в один обыгрывает перед своей штрафой. Вот в первой дивизионе кого мог бы отметить, кто вот хорошо обыгрывает один в один, может быть не по фамилии, но вот кого-то вспомнишь из каких-то команд где-то вот хотя бы там вот. Такой-такой запомнился, не нападающий. Да, может быть, я лично кого-то вспомнился. Никого не знаю, из других команд я знаю, что творит Васюта. Васюта может вообще все что угодно, и одного, и двоих, и троих, каким-то образом он просачивается между игроками, и вот он, ну, удивительно, с каждым годом вот все растет и растет. Вот еще колотуха появилась сумасшедшая. А что за школа у него, где он? А, понятия не имею, я не знаю. Профессионально играл он? Профессионально нет, я думаю, что нет. Ну, мне кажется, у Васюта он человек настроения, нет? Вот, царство небесное Женя Бакланов, который неоднократно в передаче говорил тоже про Васюта, что как бы он на своей волне немножечко, так скажем. Ну, может быть, на своей волне, немного нестандартной, что, в общем-то, помогает ему, да, там, с защитниками разбираться, с вратарями. Но вот в прошлый год, вот в этот год, вот прям явно огромное количество мячей он забивает, создаёт сам момент, и когда вот команде тяжело, в общем-то, он очень-очень помогает. Лидер команда, да? Ну, не сказать, что лидер, просто забивают кучу мячей, и всё. То есть, до него очень сложно доставить мяч. Но нападающего играет, да? Нападающего, да. Ну, когда Бэк приезжает, мне кажется, гораздо легче до него доставлять мяч, до Васюты. Нет? Ну, если Бэка не накрывают, пока он собирается доставить до Васюты мяч, то да. Ну, какая разница, кто, может и защитник доставить, и на самом деле… Нет, доставить, может, кто угодно, но просто я к тому, что Бэк все-таки оплодает таким уровнем мастерства. Ну, вывести, да, да, вывести на какую-то позицию, да, отдать хорошую передачу, ну, конечно. Дим, я бы хотел заострить, Максим, тебя тоже, несколько матчей прошлых выходных, которые меня заинтересовали, я думаю, у Вас тоже. Ну, первое, это, Максим, так, отшутивался у нас в группе западной, это атлетика с Атлантиксом. Максим, 5.15. 7-10, говоришь, да, мы перебили, у нас 20. Да, я ждал, я ждал, поэтому, ты видел этот дневообще счет? 5.15, да, я увидел, думаю, Атлантикс, конечно, просто рвет. Я сначала подумал, что это время московское, 5.15. Максим, мы тоже... Утренние, да, не проснулись. Утренние, да, не проснулись, Юра любит у нас рано просыпаться, может быть, что-то не то сделал. Но потом у Максима шутился 5.1, но я серьезно, Максим, что произошло? Неужели Атлантикс, ну, настолько хорош, в три раза, что ли? У нас просто вратарь Бычков, Вова, имел три желтые карточки, да, вот, в своем ростере. Перед Атлантиком получил специально четвертую, и мы вызвали вратаря из дубля, чтобы, так сказать, Вову психологически поддержать. Потому что, ну, просто надо, что Вова-то не пропускал, он много пропускал, да, но 15-то пропускал. Вот, так что, вот, Вовка мог увидеть, что может быть и хуже. Ну, это, конечно, тоже шутка. Но так, если серьезно говорить, то просто-напросто Атлантикс все решил в первом тайме, два пенальти получил. Таких, конечно, оба пенальти спорных, да, вот, ну, очень много споров в этом первом круге, поэтому судейскую тему не буду затрагивать, да. Ну, по большому счету, вот, 1-3, два пенальти там забили, счет стал 1-3, и тут же мы от Яшина, по-моему, получили четвертый. То есть, в принципе, игра была сделана. Но у тебя сбор, все было нормально в заключении вратаря? Опять в защите были проблемы. То есть, группа атаки присутствовала. Опять мы забили 5 Атлантиксу тоже, да, нормальный совершенно результат. Но с защитой продолжается у нас вот этот вот цирбор. Вот, были, конечно, проблемы. И в итоге первый тайм мы, по-моему, 1-5 закончили. И, по сути, игра была сделана, и, к сожалению, команда бросила. Просто-напросто бросила играть. То есть, мы шли в атаку, не возвращались, и каждую контратаку, ну, не контратаку, да. То есть, мы наступали, забивали там каждую третью атаку. Атлантикс забивал, ну, по сути, каждую свою атаку. В втором тайме уже просто дурака валяли. Как будто вот, вот как мужики во дворе в воскресенье играют. Так что-то такое было. Ну, уже никому ничего. Я уже просто понимал, что бесполезно что-то кричать, там какую-то замену делать. У нас одна замена была. То есть, смысл распыляться уже, какой-то негатив не было. То есть, игра была проиграна в первом тайме, поэтому, ну, 15 там просто. Может быть, если бы дольше было, может, еще и больше было. Ну, так что, как-то так. Ну, у нас, на самом деле, Атлантис не прощает. То есть, все ошибки. Реализация просто стопроцентная. Да. То, что мы играли, тоже чуть-чуть где-то что-то потерял, просто не прощают ни разу. Да, при том, что там Мащенко и Фаустов там. Ты понимаешь, смотришь на Атлантис, кроме Антошкина, мне кажется, никто не бегает. Ну, так визуально, да, вот, посмотреть. Но брака нет. Но брака нет, да. И все. Все в ножку, в шнурки, там, люди просто знают. Да. Один Антошкин убежит, все. Вот, сбивал как раз, мы еще посмотрим голы, когда ему дает, по-моему... Там же еще Маевский был. По-моему, половинчук. Своей головской коротенькую, половинчук вперед, просто на ход, Антошкин убегает. Но они на третьем, да, треугольники вот разыгрывают, расчерчивают. Да, ну, при том, что вот очень тяжело к ним еще подстроиться. То есть, у них идет такой средний темп игры, то есть, они неспешно что-то катают, катают, катают. Потом бах, нападающий включился, куда мы, оказывается, бегаем. И вот, ну, тоже вот тяжело вот подстроиться вот и под эту часть. И еще один матч, который я хотел бы отметить, это поражение Кеглей, команда, которая занимает второе место, от команды Мистерий. Со счетом 4-1. Почему? Немножко меня удивляет, потому что все-таки Кегли, они умеют сушить игру против играющих команд. Мистерий все-таки, на мой взгляд, очень хорошая, симпатичная, играющая команда именно в футбол. Вот, и Кегли как раз умеют против таких играть, но здесь как-то борьбы не получилось. Как вы думаете, почему? Мистерия, на мой взгляд, добавила, потому что вот они что-то как-то сбоили в начале чемпионата. А сейчас, в принципе, если последние результаты посмотреть, то Мистерия вообще практически не проигрывает, добавляет в атаку. А Кеглям, наверное, все-таки вот сказывается уже где-то усталость преддовогодняя, потому что это не первая же потеря у Кеглей, да, потому что были и до этого потери на очки. Ну, честно говоря, тоже меня удивляет то, что Кегляй 4 пропустили. То есть, для Атлетики 15 много, а для Кеглей 4 много. То есть, ну, здесь скорее вот так, совокупность факторов. Ну, и Мистерия как бы вот набрала фото, а Кеглям, наоборот, передышка требуется. Адим, ты с Кеглей с кем общаешься, что-то? Ну, там половина ребят из партизана, да, в команде, в которой я играл, и там Ваня Никифоров, и там Аберенко Саня, ну, много-много людей. Вот по поводу этой игры могу сказать, что у Кеглям очень тяжело забивать. На самом деле удивительно, что 4 мяча они пропускают с хорошим вратарем, с Капралом. Ну, вот мы с ними играли последнюю игру, выиграли 2-1, очень тяжело было. У нас, по сути, это вот единственная игра наша была, когда мы играли от обороны, и все равно мы пропустили какой-то там непонятный гол. И у нас всего, по сути, два момента было, которые мы реализовали. А так, да, тут, ну, Кегли с ними очень тяжело играть, и очень тяжело забивать. Ну, и все счета у них, на самом деле, такие, все низы. Ну, вот я про что, собственно, и говорю, наверное, как раз вот этот матч, исключение из правил, когда Кегли, наверное, поднаелись немножко после длительного сезона. Потому что был небольшой спад осенью, да, но потом вот взяли себя в руки и поднялись вновь на второе место. Сейчас вот немножко подустали, но... Может быть, еще связано с тем, что проигрывали, да, там, 2-1, там, 3-1, там, побежали, раскрылись, да, то есть раскрылись, попытались забить, не получилось, и тоже в обратку получили. То есть, может быть, и в этом еще причина. Ну, конкретно по этой игре. В эти выходные мы специально сделали упор на первый дивизион, и большинство матчей мы показывали, как раз сейчас у наших зрителей будут, вы можете посмотреть, голы. Вот, мы пока будем, как раз, обсуждать. Вот один из центральных матчей и по турнировной таблице, это Балтика-Крылатская, Атлантис. Здесь Атлантис увез, так скажем, такую натужную победу всего лишь в один мяч, 4-3, хотя Атлантис, походу, вел достаточно крупно, и свое преимущество, в принципе, не подвергалось сомнению. Вот, были ли шансы у Балтики, как вы думаете? Ну, Балтика, как раз, она не распадается. Вот, то есть, они играют в свою игру и играют. Вот, как есть, так есть. И дальше пытаются, ждут своего момента, и, соответственно, получают, получают возможности, забивают. И я думаю, что именно в этом дело. Всегда эмоции, когда 0-2, 0-3, 0-4, побежали, там, раскрываемся, бежим, бежим забивать. Вот, я думаю, что Балтика, вот, сыграла именно, вот, как командно, да, вот, не распалась и такой результат. Меня, кстати, ну, удивило. После 5-15, после, там, нашей игры веселой, и такой скромный счет для Атлантица, как-то необычно. Ну, отмечу, в Балтике сбор, во-первых, в этом сезоне, так же, как у вас, вот, Дим, ты отметил, да, очень неплохо это сказывается. Приезжают лидеры, так скажем, плюс помогает Витя Удалов, Солома приезжает и так далее. То есть, в принципе, сплав такого опыта и молодости и присутствует. Плюс под Березки начал ездить Слава. Вот, поэтому здесь все, как бы, собственно, в этом плане хорошо у Балтики. Но мне все-таки показалось, что у Атлантики все-таки был запас игры. Я видел этот матч. И вот то, что Балтика все-таки сумела вот сделать таким счет, это, конечно, тоже отдать им должно. Конечно. Вот, но при этом все-таки поражение, есть поражение. Еще была встреча лидеров, это Барс Турбина. Вот, Дим, ты много раз играл против нас, против Барса. Вот, еще в премьер-лиге. Вот, собственно, в первом круге ты тоже играл. Да, вот ты что скажешь про Барс и Турбин? Ну, к сожалению, я не смотрел эту игру, не могу ничего сказать. Могу сказать про Барса, то, что вот в целом, если вот взять вот в этом году чемпионат, вот радует то, что не так много команд вот молодых бегущих куда-то. То есть мы ветераны, да, нам, ну, не охота бегать. Хочется играть в нормальный футбол. И вот в этом году появились, там, Атлетика, да, там, Барс, Портер. Команды, которые пытаются за счет игры, за счет вот тактики, да, там, техники решать вопросы, а не за счет вот этой беготни сумасшедшей, которая, ну, удовольствия, ну, никакого нет. И, если говорить про Барса, ну, на самом деле вы нас, ну, очень серьезно прижали, контролировали мяч, вообще не давали держать мяч, было очень сложно. И первые 10 минут я думал, ну, в общем-то, у нас вообще там вариантов, в общем-то, нет. Ну, мы с радостью, да, победили в этой игре. Вот. Ну, про вот конкретно матча не могу ничего сказать. Ну, здесь, собственно, такая была с турнирной точки зрения очень важная игра, потому что… С Турбиной, да? С Турбиной, да. Последняя 4-0, мы сумели выиграть. Ну, скажу так, что был у Турбины при счете, по-моему, 0-0, момент, когда был выход 1-1, и нас выручил Губин в том моменте, и после этого мы как раз вот сумели забить. Но при этом, если брать моменты в целом, то, конечно, я думаю, что мы на победу наиграем. Ну, и Паша Кседов тоже признал, что без вариантов и все по делу. Ну, и на самом деле вы сколько уже без поражений идете? Ну… Вы поднимаетесь и поднимаетесь. То есть, команда прям чувствуется, набрала ход. С 15-го на 3-е поднялись. Да, да, да. И то были необязательные даже вот потери, были тоже у нас кадровые, повторюсь, потери. И поэтому могли, на мой взгляд, больше набрать, и могли бы сейчас, ну, так скажем, дышать на пятки Атлантиса. Ну что, Барс, так возвращается в Премьер-лигу? Максим, вот у нас был банкет, я поделюсь, как раз после матча с Турбиной. Вот, и был наш президент, Дмитрий Юрьевич Смирнов, он сказал, что надо побеждать в каждом матче. Дальше посмотрим. А там дальше посмотрим. Ну, мы постоянно, Максим, говорим в нашей передаче о том, что если идти в Премьер-лигу, ну, немножко уже все надо по-другому менять. Вот, здесь зависит не только от желания, хочу или не хочу. Здесь, как бы, надо смотреть и трезво на вещи. Поэтому, вот так, Арсенал с Атлетикой мы поговорили, здесь тоже у нас было 12 забитых мячей. Еще один матч, который вызывал интерес, не было таких вообще проходных, как в эти выходные. Это Дюпель 13, Феникс 99. Дюпель 13 в прошлые выходные просто выгрызает победу с СПК Юка на последней секунде. И здесь поражение 1-5. Ну, неужели так сказывается отсутствие пожарника в команде и почему-то такая нестабильность, на ваш взгляд. Причем Феникс, который и так забуксовал. Да, вроде бы да. Который стал проигрывать вообще всем подряд. Там 5 поражений, по-моему, подряд. И тут для меня совершенно неожиданный, самый неожиданный результат в этом туре. 1-5, да. То есть, ну, наверное, да, пожарник очень важен для Дюпеля. Вот. Ну, и при этом еще Дюпель, это такая команда, мы сколько раз обсуждали, да. Ну, не знаю, что от них ждать. Может все что угодно. Выдать Дюпель 13. Может Атлантиц обыграть, а может и проиграть. Ну, я не хочу сказать, что кому угодно, не в обиду Фениксу, да, команда хорошая, крепкая. Там Сергей Стебельцов работает. Но при этом тоже была в неком таком пике. Команду проигрывала постоянно и 1-5 вообще. Вот если посмотреть на предматчевый Дим, как ты думаешь, кто был бы фаворитом? Ну, я думаю, что Дюпель, ну, если знать, конечно, что будешь пожарник, да, то в любом случае Дюпель. То, что, ну, на самом деле пожарник делает, делает игру, ну, как он делает передачи, да, там, как он бьет, там, штрафные. Все, в общем-то, знают, но он еще и двигается, то есть дает, на самом деле, очень большой объем на футбольном поле. То есть с ним очень тяжело и он такой определяющий игрок. А по поводу того, что Дюпель там непонятно вот в одну сторону, в другую, мы с ним играли, 0-4 горели, 5-5 сыграли с ним. То есть тоже команда практически вынесла нас в первом тайме и в конечном итоге результат вот тоже такой. То есть вот этой, наверное, не знаю, нестабильности какой-то во время матча не хватает. Вот, но, тем не менее, очень хорошая команда, очень приятная. Ну и вот, опять же, отмечу, что «Феникс-99» вроде бы очень долгое время шла, кстати, в лидера. Да в тройке, да. В тройке они шли, да. И казалось, что явный лидер «Феникс-99», но потом вот пошла серия неудач и, может быть, вот этот момент был как раз переломный на фоне победы уйти на перерыв, немножко переосмыслить, может быть, укрепиться, да. Потому что задача-то есть как раз у «Феникс-99», как раз есть задача войти в премьер-лигу. Но, да, Сергей Стивлицов иных задач быть не может. Может быть, последней каплей стало поражение от «Вейера», да. То есть, знаем мы, какие отношения связывают, да, эти две команды, да. И есть там были у Белова определенные там дёрки, так скажем, да. И вообще, то есть, команды тесто связаны, например, в «Вейере» там, да, люди играют, которые были в «Фениксе», и наоборот, да. То есть, здесь, причем там именно не дружеский такой вот момент, а там именно такой вот дополнительная мотивация в обеих команд. И «Феникс» и так там несколько поражений потерпел. Тут еще и «Вейер» прибил, который был в зоне вылета, да. Может быть, это переполнено чашей терпения. А зная, как Сергей Стивлицов умеет мотивировать, да, вот это вот, когда он на бровке собирает, и человек вот так вот смотрит, и говорит, в глаза мне смотри, кричит. То есть, я ребятам с вами говорил, вот посмотрите, я с вами вот так вот разговариваю. Вот, может быть, такое какое-то собрание было, и преодолели себя, обыграли сильный дюбель. Дима, в арсенале кто отвечает за эту атмосферу? Кто может напихать, так сказать, в глаза? Напихать могут все, друг другу, просто легко. Легко. Анастезиологы есть у вас? Ну, все, на самом деле, за результат. Все, конечно, хотят выигрывать, и, в общем-то, иногда эмоции переполняют. Хотя, конечно, после игры, там, извиняемся, да, то есть, ну, все в игре, все в эмоциях. Но сам состав, да, там, мы с Вову Тихомировым определяем, то есть, обсуждаем, кто приехал, кого куда поставить. Но у нас, на самом деле, все очень просто. Выходит состав, через каждые семь минут народ меняется. То есть, в общем-то, игра, ну, замены довольно-таки все просто. То есть, смысл основной в том, что кто приехал, тот играет. То есть, у нас нет такого, чтобы кто-то там сидел. Поэтому назначил основной состав, дальше вот это все пошло, поехало. Все все знают? Да. Если нужно где-то поджать, где-то кто-то наелся, ну, соответственно, по моменту мы меняем. Вот, ну, так, да. Получается, Вы, Словой, не находитесь в одном, Вы одновременно на поле? Можем находиться одновременно. Вот в этом, да, есть определенная сложность, кто, когда, ну, выходит. То есть, руководить иногда, конечно, тяжело, когда на поле, весь погружен в игру, еще смотришь, чего там происходит. В этом есть сложность. Но есть, ну, мы сто лет уже друг с другом играем. И кто-то там включается, да, там подсказывает, кто, когда выходит. Плюс у нас вот в этом году там Антон Барыкин появился. Такой хороший игрок. К сожалению, сломался, но на все игры ездит. Откуда появился? Честно говоря, не знаю, откуда он пришел. Из ниоткуда. Из ниоткуда. Ну, главное, что играет, самое главное. Вот. Ну, к сожалению, вот когда сломался, но вот всегда с командой. И, в том числе, тоже, ну, помогает с заменами там, со всеми вот этими делами, с мотивацией, в том числе. Давайте к следующему матчу обратимся. Это Константа Мистерия. Вот две команды пока, которые находятся в середине турнирной таблицы, но при этом могут хлопнуть кого угодно. Встречались друг с другом. И здесь такая боевая ничьяная. Вот, когда я смотрел на календарь Константа Мистерия, мне казалось, что здесь игра на три схода, на самом деле. Фаворита нету. Две молодые бегущие команды, которые хотят играть в футбол. И вот, в принципе, этот матч показал, что здесь нету как раз фаворита. Что можете сказать об этих командах? Не могу ничего сказать. Ну, тогда, позвольте, я скажу, что Константа, это тоже, также как Мистерия, очень такая организованная, играющая в атаку команда, да, как тоже, я так понимаю, что в два защитника играет и коллективными усилиями любит атаковать. То есть, там очень высококвалифицированная группа атаки. Да, вот, в частности, это Фил, да, Филатов, Олег, который был в московском «Динамо», да, Юрий Тарасов, да, и, ну, то есть, там Митрофанов, по-моему. И еще вот сейчас появился у них футболист Максим Аблакулов, который как раз два мяча забил, да, до этого и забивал он на Балтике со штрафного классный гол там от Перекладина. Только он вообще так на секундочку является игроком Зоркова. Красногорск – это ПФЛ, то есть, у Константа есть такие игры. То есть, один из «Динамо», другой вот действующий игрок второй профессиональной лиги, да, то есть, там очень серьезная группа атаки. Ну, наверное, есть определенные проблемы в обороне. Вот, допустим, по нашей игре, знаю, что вот мы 4-0 выигрывали после первого тайма, то есть, проблемы в обороне имеются. Ну, наверное, у Мистерии то же самое. Поэтому, конечно, я ожидал, что вот ничья может случиться, но с большим количеством голов, наверное. Ну, мне кажется, 2-2 и так. Ну, в принципе, вполне. На первой лиге 2-2 это… Это результативная ничья или по этому сезону нам надо минимум 5-5? Тогда можно сказать, что результативная, а 2-2 это… Или 7-7? Ну, по мне, за игру 2 могут залететь легко всегда. Поэтому, наверное, 2-2 – это скромно. 3-3, 4-4 – это вот такая, можно сказать, результативная. А по игре в таком формате, мне кажется, должно быть больше голов. По мне. А так, в принципе, 2 команды равны. Их турнирное положение показывают, да. И то, что, Миша, ты говоришь на 3 исхода, то, что случилась ничья, это ярко твои слова подтверждает. Вообще редко случается ничья, да, в туре может быть. Одна-две. Ну, вот как раз 2 команды, в принципе, равносильные. Максим, еще одна команда, еще, точнее, 2 команды, которые встречались, которые, в принципе, равносильные по силе – это Ватутина-Вассай. Что происходит с Ватутиной, Максим? С хорошей стороны, я это говорю, потому что 2 победы, вот последние, 6 очков набранных у Ватутина. Вот что происходит там, наверняка слышали. Да, да. Говорили о том, что собирается новый состав. Точнее, возвращается старый-новый. Да, вернули своих лидеров, с которыми бронзу, да, брали в прошлом году в дивизионе 2Б. Вернулся Алиных, вернулся Сметанкин. Да, это ребята, которые тащили команду, можно сказать, были лидерами в прошлом году. И, действительно, они помогают. Но тут еще вот так календарь сложился, что концовки первого круга, ну, точнее, уже начался второй круг, ну, к концовке футбольного года. Встретились с Ультрой. Ультрой очень серьезная проблема. Паша Смык повредился, да, центральный защитник. Рома Камалов, который вообще символ Ультры, да, ушел в команду на юго-запад Трейд Гуфс, да. Вот, то есть там явно проблемы. Ультра проигрывает, проигрывает. Уже там начали говорить, что вы смотрите, не повторите судьбу Алании прошлогодней, да, которая была в двойке там, да, и в итоге покинула дивизион. Ну, Ватутина попала как раз вот оп на ультра, их без вариантов обыграл крупно, причем 8-2, по-моему, да. И здесь с Вестсайдом, ну, там Ромка Зверев признался, что уже, так сказать, выхолощены, да, то, что вот там же перипетии были, да, что Вестсайд вместо флагмана зашел, да, там, в последний момент это стало известно, они там выдали серию классных игр, ну, то есть здесь нужно немножко им тоже отдохнуть Вестсайду и осознать, что они в первой лиге. Ну, понимаешь, Максим, вот на прошлом деле играли с Барсом, вот 2-1. На последней минуте. На последней уже минуте, вот был гол, и судья дал себе стол. В принципе, Вестсайд играл неплохо, оборонялся, пытался поймать на контроль. Выигрывал. Выигрывал, да. Понимаешь, то есть я не могу сказать, что никогда бы не подумал, что с Ватутина они сыграют там 0-4. Результат тоже для меня неожиданный, особенно счет, да. Ну, вот Рома сам написал, что им нужна перезагрузка сейчас конкретно. А Ватутина молодцы, они, то есть они, несмотря на это, на самом деле, вот просто вот я хочу аплодировать в камеру, да, что команда, которая имела 6, сколько, какое-то, 4 очка, да, 4 очка, продолжала собирать состав, продолжала бороться, и вот, пожалуйста, с Торицей на то обернулось 2 победы, 6 очков. Конечно, еще очень сложно, да, вот представлять, что там надо 17 очков еще набирать, чтобы подогнать, но просто аплодисменты, вот когда такое было, да, что последняя команда так собиралась, обычно мы видим, что, да, там или разгромы, или неявки, или что-то вообще, чуть ли не снятие, да, но у вас Ватутина это просто браво, приз зрительских симпатий, вот меня, если позволите, этой команде. Ну, хорошо, Макс, да, исчерпывающе, и порадуемся вас за Ватутина раз, и пожелаем, чтобы они все-таки в следующем году продолжили вот это восхождение наверх, и если Ватутина сможет подняться, ну, это будет просто феноменально. Нам не на руку, но я бы очень хотел, чтобы… Да, вот я бы тоже очень хотел бы нам на руку, чтобы они поднимались, и вот забирали очки у конкурентов, и чтобы вот мы дальше вверх шли. И чтобы Арсенал в стыке, и побороться за вышку. Не в поиску, не в поиску, не в поиску, не в поиску. Максин, ты сказал про Ультра, давайте, ну, пожалеем, что ли, немножечко эту команду, очередное поражение, на этот раз от Фейера со счетом 8-2, неужели это отсутствие Павла Смыка так сказывается? Я думаю, да. Это самая прямая здесь взаимосвязь, что Павел Смык – человек, который скреплял всю оборону, все обратные действия, лидеры на поле, и он приезжать на игры, да, он и присутствовал на матчах, на последних, да, которые проиграли. Ну, вот, конечно, вот это вот повреждение, да, которое получил Паша, ну, колено, да, в Сочи. Ну, к сожалению, вот, все так расстроились, да, и по нему видно, что, ну, лица нет. Хочется пожелать Пашке здоровья, тем более, что у него день рождения был, да, вот, поздравить его тоже в передаче, вот, чтобы скорее выздоровел, вернулся на поле. Я вот здесь просто напрямую связываю, и, ну, наверное, еще, конечно, психологически повлияло, вот, Ультра шла тоже вверху, да, уже просто там в двойке, там уже пошли разговоры, а, может быть, там попробовать себя в премьер-лиге, да, вот, то есть это все где-то витало, там слухи такие ходили, а потом вот несколько болезненных поражений, и команда такое ощущение, что психологически не оказалась готова к такой ситуации, тем более, что… Все шло, так хорошо, да. Такой классный нападающий, да, вот, горячий, да, я имею в виду, лучший бомбардир 1-го дивизиона, да, все вроде как по маслу, а потом вот это вот, ну, вот эти несколько поражений, Пашкина травма, да, и вот, я не знаю, там, внутреннюю кухню команды, да, но вот то, что ушел Рома Камалов из коллектива, это шокировало просто всех, не знаешь? Нет… Какие-то, наверное, разногласия, я так понимаю? Я так понимаю, что да, там какие-то внутри разногласия, я там не стал расспрашивать, вылезать, где-то некорректно, наверное, будет, если бы сами рассказали бы, то была бы эта информация, но сам факт, что… Ну, с кем, вот любого спроси, с кем вот ассоциируется у тебя ультра? Ответят Смык и Камалов, конечно же. Ну, вот, если он уходит, понятно, что что-то там, к сожалению. Ну, надеюсь, что в новом году все будет хорошо. И, может быть, тоже Камалов вернется. Да, Смык вернется, Камалов, Горячев продолжит забивать еще больше и так далее. Но желаю… Я, во-первых, присоединяюсь к Славу Максиму и поздравляю Павла Смыка с прошедшим днем рождения. Ну, и желаем все-таки команде его, да, чтобы они все-таки поддержали своего капитана и все-таки собрались в следующем году и вернулись на лидирующие позиции. Вот еще одна команда, которая выиграла эти выходные, «Заречь» обыгралась «Спокаюк». «Спокаюк», при том, что очень неплохая команда, тоже, так сказать, «Перта», все время где-то в середине, ближе к низу. Турином таблице, для меня это загадка. Вот, но «Заречь» такая, какие молодцы. 3-3 «Спортера», 5-4 в эти выходные. Кстати, за «Спокаюк» играл Алексей Смертьев, если кто знает. Да. Вот, значит, 3-0 они горели. СПК «Юг». И 4-1. И Алексей спокойненько ушел. И в оставшееся время там больше полтора тайма наблюдал с комитетом запасных. Вот тебе, пожалуйста. Ну, Алексей там был на таком расслабоне, с отличным настроением, невзирая на счет. Ты видел? Смотрел? Конечно, я был. Да, просто я видел. Я помню, когда Смертьем приезжал за «Спартакгейл», может быть, ты помнишь. Конечно. «Газентрафта», конечно. «Газентрафта», да. Он просто катился так, как будто бы он играет сейчас за «Челси». Вот я почему. Или за «Портсмут», или за «Челси». Да, да. Ну, неважно, да. Ну, просто он такой сухой, живой. Просто бил так, там, человек просто говорит, куда вы катитесь. Знаешь, он там, а это Смертен. Ну, вот из этой серии. Сейчас более попроще, я так понимаю, да, он уже? Попроще, тем более я слышал, что у него, что у него травма, ну, не залеченая. Он, по-моему, кресты не стал делать. Вот. Ну, не знаю, уже после такой карьеры изумительной, да. Все поиграв всем, все доказав, там, за сборную России в Англии человек, да, играл. Ну, я думаю, что немножко он так воспринимает. Скорее уже как символ его там вызывает. СПК «Юг», да. Просто это вот именно имидж команды, что, да, Алексей Смертин у них играет. Да, ну, Мас, ну, Азербайджан, все равно приходишь поиграть, вот, Дим, вот ты приходишь поиграешь, все равно получить удовольствие. Нет, в любом случае все, кто выходит на поле, должны, ну, приносить результат, да, то есть просто так выходить неправильно. Я думаю, что Смертинг выходил и играл в футбол, да. Может быть, настолько, насколько он может сейчас. Может сейчас, да. А то, что вот люди из телевизора появляются на полях, играют против тебя и за тебя, ну, это все равно это приятно. Приятно, что раньше, вот мы наблюдали их по телевизору и сейчас вместе можно играть в хороший футбол. Мне кажется, это, ну, просто для самой лиги даже так, ну, позитивный момент. Вот это хорошо, а то в прошлом дивизионе, в прошлом году у нас со второй дивизиона весь там ополчился стрелы, летели в команду «Москвичи», да, там, может быть. Да, 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 и вот когда я Рома спросил в прошлой передаче. Вот, видимо, другое мнение, да. Ну, на самом деле интересно играть с командами, которые умеют играть в футбол. И просто удовольствие ты получаешь за счет того, что тебя обыграли, там, обстучали, еще что-то, а не просто оббежали, как, ну, как будто легкая атлетика какая-то. Атлантис тоже в премьер-лигу бы забрали с удовольствием, только Атлантис не хочет. Ну, кстати, давайте посмотрим сразу на турнирную таблицу нашего первого дивизиона. И вот такое ощущение, что я открыл еще совсем недавно таблицу западной премьер-лиги, Атлантис, Кегли, Барс, да, там, Балтик, относительно недавно, Арсенал, вот, тоже можно вспомнить, да, но при этом, да, первые две команды, Атлантис и Кегли. На Атлантис лидирующие позиции, Барс третий, Дюпель тринадцать четвертый, Балтика пятый, но посмотрите, как все близко. Все очень плотно просто. Вот, казалось бы, Арсенал, да, на девятый, Дим, две победы, кто-то проиграет, вы уже вторые. Вот, если мы последние две игры выиграли, мы бы были, там, в четверке, да, там, просто легко. Все, вышка неизбежна. Тут же упали, то есть, все очень плотно. Если посмотреть, то до четырнадцатого места, да, зона стыков, двадцать семь очков, это всего десять очков от нас. Это три игры, там, проиграть, соперник выиграет, и все. Это очень плотно, конечно, хотелось бы явных лидеров, которые бы все хлопали. Хотелось бы? Ну, не то что. На самом деле, очень много команд вылетает, очень много. Мы в прошлом году это прочувствовали очень-очень серьезно. Нам не хватило, там, буквально, одного очка для того, чтобы не упасть, да, во второй дивизион. Ну, благо, вот, так звезды сошлись, что мы все-таки остались в первой лиге. Но, по мне, слишком много вылетает команд, и когда, вот, находишься внизу, там, с небольшим количеством очков, и понимаешь, что, что выползти, в принципе, ну, практически невозможно, вот, как раз и получается. Уходят лидеры, команды разваливаются, нет мотивации, нет сбора. И получается, вот, это большое количество команд, вот, они вот в таком неприятном, ну, в неприятном положении, и просто приезжают ради того, чтобы приезжать. Вот, если бы было поменьше, все бы остальные чувствовали тоже себя легче, раскрепощеннее, не боялись бы упасть, ну, по мне, чего-то многовато. Так, а с другой стороны, у всех мотивация, у всех собирает состав, и нету балласта, который мог бы просто приехать и поиграть. Ты сейчас девятый, условно говоря, десятый, через игру ты уже в зоне стыков, но это же интересно с другой стороны. Ну, конкуренция, да, безусловно. Чем вот набрал там свои, сыграл, ничего, ну, и ладно, и пошел там в хорошем настроении, а так хоть какой-то азарт, мне кажется. Здесь палка о двух концах, да, конечно, это все интересно, это все азартно, но никто просто вылетать не хочет. Очень все хотят играть в первой лиге. Никто в вышку не хочет лезть, там под каток попадать, и во вторую лигу, не пойми, во что играть. Ну, я без... Ну, вот первая лига, вот, по мне, это такая прям сбалансированная, хороший, хороший уровень, 20 команд примерно одинаково по уровню. Всегда очень приятно играть, и непонятно в каждой игре, кто выиграет, кто проиграет. Согласен. Есть какие-то, Дим, может быть, Максим, у вас, кто, например, не ожидали увидеть их, кто, наоборот, внизу? Кеглей не ожидал вернуть. Не ожидал? Не ожидал. Это прям удивительно, притом с первого же тура они пошли вверх. А от Кеглей я такого, честно, не ожидал. Балтика, по-моему, все-таки в прошлом году, где-то все-таки в середине, может быть, где-то книзу шла. Сейчас она набирает очень уверенно очки, и прям очень высоко идет, причем такая игра у команды очень хорошая. Кого еще? Атлантист реально ли догнать? Ну, тот футбол, который они показывают, похоже, что нет. Тоже. Да, но опять же, да, все меняется настолько быстро, что вот Ультра была вроде бы на втором, сейчас на первом месте, да, и они уже на одиннадцатом, и там до зоны стыков все, пять очков. Ну, благо, что есть хотя бы запас, да, сейчас вот два месяца, когда можно... Да, вздохнуть и подумать над тем, да, что делать дальше. Давайте... Вернуть сделать. Да, предлагаю посмотреть календарь, немножко подальше заглянуть, туда в март, 14 марта стартуем, просто как напоминание, когда мы возобновим чемпионат, например, просто на ваших экранах. Мы даже не будем сейчас матчи обсуждать, но там будет на что посмотреть, просто для телезрителей обозначим. Бомбардиры обязательно посмотрим. Сейчас Евгений Горячев все так же на первом месте, 32 забитых мяча. Андрей Стайн, Максим Твой, подопечный, 28. Николай Сосонкин, Феникс, 99, 27. 25, Артем Антошкин, Атлантис. Юрий Васютин, 20, 20. Вот, пожалуйста, Васютин у вас. Уже вошел в пятерку. Как думаете, есть ли шанс у него выиграть спор бомбардиров? Ну, в Арсенале несколько, на самом деле, игроков, которые забивают по многу. То есть, у нас нет такой явной игры на нападающего. Соответственно, вот эти, получается, голы команды Арсенал, они распределяются там на Добро, на Васюту, на Бека. Люди, которых больше всех забивают. Ну, и другие игроки, на самом деле, тоже там по три, по пять обязательно забивают. Вот, поэтому Юрия, ну, благо Арсенал много забивает, и у Юры есть шанс, да, вылезти вверх. Но, так как все-таки игра не на явного нападающего, да, ему, наверное, будет сложновато, в отличие от других команд, которые более явно играют на нападающего, и где нападающий играет вот такую основную роль. Что касается ассистентов, как вы думаете, кто на первом месте? Фамилия такая вот. Не знаю, пожарник. Максим. Так, из ассистентов, а я даже смотрел, что-то у меня из головы вылетело. Ну, давай, предположи. Так, из ассистентов. Каких топовых? Ты, я тебе скажу фамилию, скажешь, блин, да, точно. Ну, Головской, может быть. В точку, Макс, да, 29. Чем я не вспомнил, я просто. Да, да, 29 передача у Константин. Логично, да, что из Атлантица. Вот. Кстати, Николай Сосонкин из Феникса, 99 тоже, 29 передач. Он и забивает, и отдает Сосонкин много очень, да. Клим Канатьев на третьем месте, на 19 передач и 5 место Артем Антошкин, и на 4 месте. Я специально пропустил, им тебе слово. Как думаешь, кто? Не знаю, кто-то из Арсенала. Конечно. Наверное, Добро или Бэк. Вообще не в ту сторону, вот так, не знаешь своих подопечных. Неужели, а кто же? Диша, ты, блин. Юрий Васютин. А кто, что он и забивает, и отдает? И отдает. Так что у вас он не только хорошо сбивает, а Васютин еще и неплохой ассистинг, как оказывается. Кстати, ты сказал-то Клим Канатьева из импульса, да, тоже. Парень здорово играет, много отдает. Про импульс ни слова не сказали. Хотелось бы вот передать привет Евгению Лямцеву, да, и Миничу тоже вместе с ним. Ждем их обратно. Пусть Александр Кодин договорится. Да, присоединяюсь. Ну, вот ты спрашивал, да, что неожиданность, ну, импульс третий с конца, конечно, для меня это неожиданно. Но это, понятно, связано с отсутствием двух лидеров. Будем надеяться, что во втором круге вернутся. Очень хотелось бы, да. Ну, и давай, Максим, про вратарь еще скажем, обязательно подведем итоги. Давай тебе слово непосредственно. Ты любишь низы, а это больше к защите и так далее. Конечно, да, серия А, да, Дмитрию Шнякину привет. Да, ну, мы уже упоминали, да, Дим, сегодня вратаря, да, это, конечно же, Дмитрий Капралов. Капрал лучший, на мой взгляд, вратарь первой лиги, да, у него, соответственно, 21 матч и коэффициент пропущенных 1,81. Дим, ты говорил, что 2-2 это, в принципе, почти сухая игра, да, то есть для 8 на 8 меньше двух мячей, это просто суперрезультат. Да, очень хороший результат. Ну, и мы знаем Капралов много лет, и он, на самом деле, очень такой хороший, качественный вратарь, который и хорошо на ленточке, и хорошо играет ногами, помогает выходить из обороны. Кирилл пропустили всего 38 мячей. Это очень круто. Это очень круто, да. Очень круто, такого показателя даже близко никому нет. Ну, на втором месте отмечаем также Дмитрия Попова из Мистерии, ну, и раз уж мы, угадай, кто тоже играет, как думаешь, кто на третьем? Что-то с Арсеналом, возможно, с Азона? Да, опять же, Веги. Предположим, что это Чапо. Да, 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 это Чапо, даже несмотря на то, что он на вас ругается, вот разверну тебе планшет специально, тебя свернул, 21 матч сыграл, да, 3-29, да, ну, все-таки больше трех мячей пропускает, но, тем не менее, у нас Лига получается, что очень результативная, да, что, но, тем не менее, Чапо, вот, расскажешь ему, да, что на третьем месте. Я скажу, что не надо пихать защитников, все нормально, да, Азона в тройке лучше. Ну, и последнее, Дима, все-таки вы, так скажем, продолжатель идей Евгения Бакланова, вспоминайте ли его, посещайте там место, где он, и так далее, как-то вот, какой-то такой ритуал есть памятный в честь него что-то? Да, ну, Женьку, конечно, вспоминаем, и многие вещи там связаны даже с организацией игры, какие-нибудь там его фразочки, какие-то словечки, все это, в общем-то, все это есть, осталось в команде, и, конечно, Женьку мы помним. Ну, даже фотографию в арсенале в команде я не убираю, оставил фотографию именно Женьке, то есть он на самом деле с нами, мы его помним. И мы проводим ежегодно турнир, два раза уже проводили в феврале, проводили турнир в памяти Женьки, где приглашали всех, кто, ну, кто его знал, он играл во множестве команд, я вместе с ним там с 20 лет, я с ним играю, то есть почти, ну, почти 20 лет я его знал, и приезжают друзья, проводим турнир, потом банкет, вспоминаем, то есть, ну, на самом деле Женьку мы помним. Ну, это замечательно, поэтому мы всегда радуемся за арсенал, отмечаем, потому что все-таки его дело должно жить, процветать и так далее, и футбол, который вы показываете, наверное, ему бы нравился. Дим, спасибо, что пришел сегодня к нам на передачу, мы тебя поздравляем с наступающим Новым годом, кстати, где будешь отмечать его? Дома, в кругу семьи. Ну, замечательно, как и, собственно говоря, все мы. Сегодня в этой заключительной передаче участвовал Михаил Меркулов, Максим Киселев, Дмитрий Корнеев, ну, и мы прощаемся с вами на два месяца, с наступающим всех Новым годом, до свидания, играйте в футбол. С праздниками, друзья. С наступающим.